Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На очередном голосовании проект покинула Евгений Жарков. В сети ходят слухи, что Иосиф Аганесян отправился на остров любви. Саша Черну осталась на поляне. Юлия Ефременкова, которая пробует себя в роли ведущей, успешно справляется с работой. Ксения Бородина сказала ей, что возможно скоро ее отправят на остров. Если Юля станет полноценной ведущей, Сергей Кучеров готов покинуть проект. Он будет искать работу за периметром, чтобы соответствовать Юле в статусе и в заработках. Виталий Малышев ревнует Алису Литинскую, Косте Иванову. Алиса не хочет терять парня, поэтому она заблокировала Костю в сети. Стала известна причина недавней драки между Малышевым и Виталием Альпировичем. Несостоявшийся ухажер Ольги Рапунцель заявил, что у него есть знакомый, который рассказал ему, что состоял в связи с Малышевым. И участники решили разобраться при помощи кулаков. Лилия Четрару призналась, что до сих пор не может забыть об изменах Сергея Захарьяша. Она очень много плачет, нервничает. Когда видят девушек, с которыми он был, она представляет, как это у них было. Разум ей говорит нет, но тело вновь хочет его объятий. И что делать, Четрару не знает. Ольга Рапунцель тоже запуталась. Она пишет о том, что муж вышел на связь, хочет ее вернуть, одолевает ночными звонками и сообщениями. Дмитренко недоволен тем, что Ольга все рассказала подписчикам. «Не успели встретиться, поговорить», – пишет он, – «ты все рассказала». «30 лет, а глупая». Недавно Ольга Бузова страдала из-за того, что ее не пригласили на золотой граммофон. Организаторы премии разоблачили ее ложь. Оказывается, Ольгу приглашали. Ей доставили два вип-билета за три дня до церемонии. К слову, такие билеты продавались по цене 150 тысяч рублей. Бузова встретилась с Сарой Джессикой Паркер на презентации ее духов. Она подарила актрисе свой дебютный альбом. «Седина в бороду, бес в ребро», – пишут зрители про Ольгу Орлову. В недавнем эфире женщина буквально вешалась на Саймона Морданшина. Несмотря на запрет молодого человека и присутствие рядом его девушки Мэри Кулешовой, Орлова не просто кинулась в объятия, но и уселась к нему на колени, чтобы поздравить с днем рождения. Лера Фрост намекнула на нетрадиционную ориентацию Захара Саленко. Именно пристрастие Саленко к однополой любви объясняет некоторое оскорбление Леры в его адрес. А именно то, с какой злостью после очередного конфликта девушка отправила его подкачать ноги. Рима Пинджива принимает участие в суперпроекте «Модель XL», в котором соревнуются пышные и роскошные женщины. Она попала в десятку лучших. Фанаты разглядели растущий живот у Алены Водонаевой. Они уверены, что скоро она подарит своему мужу наследника. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.